Более сильный удар, понятно, где надо готовить, надо его скрывать. То есть работа с места, это дает нам ускорение, дает сначала хорошее, но максимальной силы мы не приложим. Сейчас мы рассмотрим, как можно скрыть и при этом элемент ускорения. То есть правильный удар это равноускоренное действие, не равномерное толчок. Простая двойка, два боковых. То есть начнем на примере этого действия. Наносим первую двойку, что позволяет нам оттянуться, приготовиться, скрыть. И наносим основной удар. Первое это не касание, это нормальный полноценный удар. То есть мы отвлекаем внимание противника на него и наносим второй. Вот здесь происходит ускорение, это не просто двойка на раз-два. Это равноускоренное действие происходит на полтора такта. И раз! И раз! То есть второе действие быстрее, чем первое. Здесь важно именно ускорение. И раз! И раз! Если вы сразу не можете поймать это ускорение, попробуйте поработать, начинайте. Стройки. Раз, два, три! Раз, два, три! То есть каждое последующее быстрее предыдущего. Как только вы это поймали, возвращаемся к основному нашему силу. Элементу это двойка. И раз! Это атака. Как следующая ступень, тоже прикладной элемент. Мы сокращаем действие второй рукой. Небольшой углом, зарядившись и удар. Не сильно представляем, что идет прямой. И раз! И раз! И раз! И раз! И раз! Ускоряемся. Короткое движение и ускоримость. Соответственно, следующим этапом будет ускорение с места. Более сложный, но опять же практичный удар, который мы рассматривали в предыдущих темах. Становимся. Винтально мы произносим И, после чего наносим с ускорением. Удар на раз, то есть и раз! И раз! И раз! Не должно быть никакой подготовки. Даже мельчайшего действия. То есть удар наносится и раз! С места сразу в цепь. На ускорение. Таким образом, мы можем нарабатывать любой вариант удара, о котором хотим сделать эксцент. Это может быть боковой апперкот, боковой прямой. Потом, впоследствии, соответственно, начинать апперкот, апперкот, прямой прямой. Важным будет оставаться то, что все происходит равноускоренно. То есть второй удар быстрее и мощнее предыдущего. Надо сделать акцент на этом. При этом, когда вы наработаете нормальное вложение первого удара и ускорение на второго, то только тогда можно пробовать делать финты. Потому что противник иначе не поверит. Это значит смысл всего происходящего будет просто потерян. Это все рабочие вариации, которые нужно нарабатывать отдельно. И главное понимать, что ваша задача не раз, два, пусть даже тяжело, вроде бы мощно бывает, и оттолкнете противник, надо ускориться. Поэтому передаем вас. Второе действие быстрее и сильнее первого. Работайте.